Добрый день! Перед нами коробочка красненькая с известным логотипом и названием Happy Meal Можно было подумать, что я проголодался зашел в ближайший Макдональдс прикупил Happy Meal и решил съесть его на камеру не совсем можно конечно вспомнить, что у меня есть дети и возможно я купил это для них но тоже нет суть в том, что 5 октября а видео я записываю 4 в Макдональдсе будет новая коллекция игрушек в Happy Meal и она будет связана с кубиками Рубика компания Рубикс пришла к какому-то соглашению и вот теперь вместо обычных игрушек будут кубики Рубика давайте посмотрим мне попали в руки некоторые экземпляры сейчас мы их оценим вот так все это выглядит видимо так оно будет выглядеть и уже в момент продажи в сети Макдональдс что же здесь есть я вижу кубик 2х2 кубик 2х2 закругленный и кубоид 1х2х3 закругленный все они снабжены картинками ну давайте посмотрим на название так стандартный кубик стандартный кубик называется кубик 2х2 гадкий я 3 видимо это герои из мультфильма вот этот игрушка полукруг 2х2 тайная жизнь домашних животных домашних животных наверное есть такой мультик не знаю и третья игрушка полукруг 3х2 зверопой я слышал есть мультик зверополис возможно зверопой это тоже что то из той оперы не в курсе напишите в комментариях как оно на самом деле удивительно что мне прислали на самом деле 6 таких кубиков но почему то каждый экземпляр повторяется то есть 3 разных вида по 2 экземпляра поэтому я один уже распаковал и мы будем смотреть на него поближе узнаем как оно крутится и с чем его едят в пакетике были вот такие вот еще вкладыши во первых они показывали какие разновидности подобных головоломок можно встретить в хайпи мил их я тут насчитываю 11 если смотреть чисто на функционал а не на картинке у меня не хватает только 1 на 2 на 3 не скругленного это вот такое вот то есть у меня скругленный он должен быть еще и не скругленный а так по механизму все остальное есть просто картинки разные кстати на обороте для каждого кубика оборот разный тут инструкция по эксплуатации вдруг кто-то не догадается что эти вещи можно вращать я думаю мы догадаемся так давайте начнем с кубика 2 на 2 это конечно рубикс причем не вот такой рубикс который 3 на 3 совместно с ганом скоростная версия с механизмом со всеми делами а скорее вот такой вот рубикс здесь у меня кубой 2 на 2 на 4 от этого бренда в чем разница в стандартных рубиксах нет ни болтов ни пружин нет механизма настройки чисто все вот так вот сделано из одного пластика никакого металла можно долгие есть но вот скоростного механизма не завезли и эти кубики такие же плохо ли это? ну да наверное нельзя пособирать имени с той скоростью какой хотелось бы но учитывая что подобные головоломки поставляются в хэппи милл а там стоимость игрушек их качество ну такое достаточно не то что и качество низкое но достаточно простые игрушки обычно туда кладут не хочу сказать плохие я их просто не видел но представляю как-то раз детям покупали что-то там было такое простенькое что вполне сойдет так посмотрим поближе вот стандартный кубик 2х2 который 50 миллиметров это ферма юксин от рубикса будет больше давайте замеряем 56 где-то миллиметров получается размером с трешку да размером с 3х3 56 миллиметров кубик 2х2 что здесь интересно кроме того что здесь всякие вот эти миньоны кажется их зовут герои изображены на каждой грани каждая грань имеет какой-то свой цвет белый с какой-то технической информацией синий красный зеленый оранжевый желтый конечно со своими оттенками с картинками но они есть то есть по сути это как бы стандартный кубик 2х2 его можно собирать ну вряд ли его допустят конечно на соревнованиях но ребенку который получит подобное хэппи мил с такой игрушкой придется узнать как собирается кубик 2х2 если конечно он когда-нибудь перемешает а мы сейчас перемешаем но прежде посмотрим вот эти все картинки они на пластике напечатаны все тут напечатано да вот так вот правильно но если присмотреться три напечатанных а вот эта вот наклеечка здесь видно по технологии изготовления этого кубика должно быть какое-то отверстие видимо и вот здесь заклеили бумажечкой ну наверное так оно и надо если взять башню рубика тут везде наклейки ну и с этим нет смысла сравнивать как бы вот так посмотрим что на остальных а пока перемешаем вращение ну в принципе как и ожидалось туговатое но для подобной головоломки это все-таки коллекционная вещь приемлема я никогда не был фанатом фирмы рубикс тут кстати логотипчик есть это содружество именно рубикса с макдональдсом кстати на этикетке было написано что все это изготовлено в Китае так что не стоит обольщаться вот как-то так как-то вот такой вот кубик все разнобой куча глаз давайте сразу его соберем наверное собирать будем аккуратно не спеша чтобы не ошибиться за 5 секунд наверное собрать будет сложно так собрали первый слой ничего хитрого собрали ОЛЛ и неужели да ну давайте перестрахуемся ну вроде так остается довернуть ну обычный 2х2 просто крутится туговато и соответственно нет возможности его настройки поскольку нет механизма настройки кстати что здесь есть интересного эти любопытные персонажи если вот сдвинуть можно менять головы или туловище видимо кому-то это будет интересно наверное так да практически к любому можно представить ну из двух половин собрать разных кто это миньоны разных миньонов можно из кусочков собирать имеет ли право на существование почему бы нет для коллекции вполне подойдет я возможно даже наведусь сам в Макдональдсе остальные экземпляры как нибудь оттуда приобрету так давайте посмотрим дальше 2х2 это 2х2 нормально сойдет дальше это у нас 1х2х3 есть две картинки и называется он тайна жизни нет не тайна жизни сейчас скажу а зверопой я не знаю что это но видимо что-то про животных раз там звери опять у нас рубикс здесь смотрим смотрим вот это все напечатано напечатано а вот здесь вот походу тут непонятно может тоже напечатано может наклейка а вот здесь вот наклейка да вот это вот наклейка а это напечатано вроде как ну практически все ровно рубикс давайте перемешаем хотя вот так вот вращается очень хорошо и в механизме 1х2х3 есть елочка такого же типа вот вот в принципе вряд ли можно какой-то скоростной механизм предусмотреть так что здесь все нормально перемешаем да немножко туговато вращается но рубикс он должен разработаться я думаю ну вот как-то так может конечно в таком положении оставить интересно вот так вот а вот так не будет вращаться было бы веселее так давайте соберем что у нас здесь ну к примеру так средний слой готов как-то легко собрался здесь просто бывают более сложные ситуации на подобных кубоидах которые редко это встречает к примеру вот так вот вот еж вроде как готов но вот эта часть не от него и здесь вот верхний нормальный а этот нет если мы повращаем то ружится верх и низ простой алгоритм который это решит вполне имеет право на существование опять же повторюсь это все коллекционные вещи 2х2 1х2х3 кубоид и вот это 2х2 полукруг тайна жизнь домашних животных здесь опять же нас встречает логотип рубикс какие-то собачки а тут вроде как котик вот эти две стороны одноцветные что-то синий и три стороны с рисунками то есть это наполовину обычный 2х2 наполовину такой вот купол в закругленные углы попробуем тоже перемешать вот это наверное будет детям сложнее собирать механизм видимо тот же что и 2х2 кручение видите какое меняет форму что уже как бы интересно давайте соберем начнем наверное с кота кот или облачко так а кто здесь был еще котом ага я видимо вот этого кота сюда неправильно поставил видимо куда-то вот сюда вот так лучше а сюда беленький будет в принципе хорошо если у меня ни одна головоломка не рассыпется во время моего теста так дальше собираем сразу видим что вот это наверное стоит как-то не так а кто из этих не очень понятно вот это наверное правильно вот этот правильно а вот эти видимо неправильно могу ошибаться поэтому сделаем что-нибудь да видимо ошибался так теперь смотрим вот это правильно ориентировано две штуки теперь вот эти мы будем местами менять нет местами менять их не нужно вот он синий стоит на синей грани все хорошо желтый тоже их надо просто развернуть на месте обычные пиф-пафы нам в этом помогут Я, кстати, доволен качеством. Я думал, хуже будет. Вот такие вот головоломочки. Столько видов их будет. Если вам не удастся, я их все, конечно, как-то заполучу. Нужно еще 8 штук. Что делать с повторными, я еще подумаю. А так, насколько я знаю, могу, конечно, ошибаться, эти головоломки будут только в махно-нульце. В магазинах они вроде как не должны появляться. Могу быть неправ. И, скорее всего, постоянные посетители этого заведения будут их там продавать где-нибудь на сторонних ресурсах. Не знаю. Я постараюсь все это собрать. Они забавные. Ну, по крайней мере, еще вот 2х2х3. Или 1х2х3. Вот такой вот квадратный. Чисто по механизму мне, наверное, стоит приобрести каким-то образом. Эти же мне приехали в подарок. Ну, такие вот головоломки. Теперь с завтрашнего дня, с 5 октября 2018 года, будут в Макдональдсе в составе Happy Meal. Если интересно, можете посетить. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.